С 2009 года в Архангельске действует поисковый отряд «Следопыт». Это профессиональное объединение кинологов, которое создано с целью проведения поисков пропавших людей в городской и лесной среде с применением специально обученных собак. Кинологи профессионального объединения занимаются подготовкой и применением собак по поиску пострадавших в лесной среде, поиску тел погибших и поиску человека по следу. Татьяна третий год руководит отрядом. Узнала о волонтерской организации во время учебы на кинолога. По словам девушки, ей захотелось, чтобы собака не просто валялась на диване, а помогала людям. Так получилось, что ее четвероногий друг натренировался на поиск тел погибших. Знаете, когда мы находим погибших, то есть я работаю по поиску тел погибших. Чувства описать свои могу такими словами, что человеку приношу какую-то определенность в воду жизни, то есть он не оказывается в подвешенном состоянии, то есть где родственник, он умер или жив еще. То есть уже какую-то определенность вносим, так скажем, человеку. А я больше радуюсь, когда находят живых. К счастью, во многом благодаря поисковикам живых находок по статистике значительно больше. И каждый обнаруженный человек – повод для огромной радости. Я помню, из группы у нас девочка нашла дедушку, собака ее нашла дедушку. И, конечно, она мне позвонила по телефону, это были такие эмоции непередаваемые просто. Она кричала мне в трубку, я его нашла, он жив. Это бесценно. Их добровольное участие в значительной мере облегчает работу спасателей. Летом в сезон потеряшек службам приходится нелегко. Специально натренированная собака существенно сокращает время на поиски. А в случае пропажи детей именно время – самый важный момент. Была довольно-таки прохладная погода и прошло достаточное количество времени. Он прятался от родителей в заброшенных домах, и собака прямо дошла до него. Здесь всегда рады новичкам. Ведь в сезон люди пропадают часто, а поисковиков не так уж много. Чем больше волонтеров будет в отряде, тем больше жизни удастся спасти. В следопыте говорят, что помогут любому натренировать своего четвероногого друга. Главное – желание.